Так вот теперь, значит, психофизиологические особенности людей пожилого возраста. Сейчас вы много интересного узнаете. Организм наш – это сложная, саморегулирующаяся система со взаимодействием всех фаз развития. Человек не монтируется, не собирается, как мозаика из отдельных возрастов. Внутри каждого периода складываются ресурсы и резервы последующего развития. За каждым периодом жизни скрыта история системы. И все фазы развития преемственно связаны с предшествующими, и не только ближайшими, но и отдаленными даже генетически, начиная с раннего детства. Это специальное изучение генетика, морфогенетика, то есть генетика отдельных органов. Это функциональные цепи для взрослого организма, потому что работает у нас парная работа обоих полушарий. Генетика – это наследственность, а морфогенетика – наследственность, придающаяся от одной части организма к другой. И эти генетические связи в индивидуальном развитии имеют то плавный и постепенный характер, то скачкообразный и конфликтный. Организм – целостная система. А скачки – это все вы знаете. Вы понимаете ли, что лет десять назад я чувствовала себя гораздо старее, чем сегодня. А уж до обращения своего, в 46 лет, я вообще была старая развалина. Я наблюдалась по поводу рака, у меня негодилось ни к чему, ни легкие, ни горло. Говорили мне, что вы никогда не можете говорить, у вас аппарат не устроен так, чтобы говорить. И куда это девалось? Понимаете, как? Нам интересно сказано, Господь говорит, что будучи верен и праведен, просит грехи наши, а потом что? И очистит. То есть, понимаете, один наш проповедник Фадюхин, он говорил, вы знаете, когда гроза. Вот идет гроза, и все напряжение, которое было в природе, все уходит. Помимо того, что дождь ушел, облака, тучи ушли, помимо этого, еще весь воздух обновился дополнительно, плюс к этому. Ну, представляете себе, в 90-м году, ну, помирала я. Вот у меня все отказало, все, и легкие, и сердце, и все такие органы имеющиеся, все отказало. Я помирала совершенно. Церковь меня вытащила, и шприцы нашли, и сестру нашли, которая делает уколы, и фармацевта, которая лекарства нашла, и молитвы. Понимаете ли, как? А потом мне вдруг из Москвы звонят, что возможность для наших братьев учиться в Швейцарии, и нужно переводчик. И я отправилась в Альпы. Альпийский воздух, горный воздух. Не думала, не гадала, не просилась. Понимаете как? Я переводила для братьев лекции, которые им читали по богословию там. Ведь мы же малообразованные все были, нигде не учились, учебных заведений не было в 90-е годы. Ну, как ты придумаешь это? И вот в эти горы мы экскурсии ходили, и я дышала этим воздухом. Вы понимаете ли, у меня я с тех пор вообще не болею. Вот подряд было два таких, две таких поездки было. Где бы я позволила себе в Альпы? Там только избранное общество, очень дорогие отели и все. Фантастика. Понимаете ли, вот вам одно из этих обновлений. И вот так скажите, пожалуйста, кто всякий, все вы чем-то болели? Ну, гриппы там, простуды. Ведь это же каждый раз это дивное исцеление и какое-то обновление организма. Уже не говоря про то, что каждые семь лет у нас организм обновляется. И каждый наш день рождения происходит обновление. И многие, многие такие вот вещи нам неведомые. Поэтому написано «Благослови душа моя Господа». И там, помните, причисляется, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя радостью и щедротами, обновляется подобно орлу юность твоя. Это нам написано, да? Обновляющаяся юность, обновление. Это обновление может быть связано с переживаниями, с успехом в труде, с новыми отношениями с Господом. Когда мы ближе, понимаете, в чем дело? Ведь наши отношения зависят от того, как мы видим нашего Господа. И этот взгляд, он меняется в зависимости от того, насколько мы его знаем. Тут и книги, тут и проповеди, тут и личный опыт, тут наши личные размышления. Почему церкви, где много-много изучают слово, въедливо, слово за словом, с переводами, вникая точно, чтобы понять, точно ли так сказал Господь. Эти церкви живые, люди бодрые, подъемные, гаящие. Это я из такой церкви вот приехала и в такой церкви была в Москве, когда, это вчера. То есть, понимаете ли, эта церковь тоже вся учится. Это я отдельно еще буду вам рассказывать, отдельно от курса, чему учиться, какие есть формы учебы. Ну так вот, поэтому скачкообразные и конфликтные. Организм – это целостная система. Причем, вы знаете, что интересно происходит? Мы много общего имеем с животными. Животный организм, человеческий организм. Но есть огромное отличие. В животном мире с прекращением функции размножения индивид делается бесполезным и умирает. У меня была дивная рыжая кошка. Ума необыкновенного, мужества тоже. Такой лидер был. Это у меня не я, это у меня невестка, она очень любит кошку. Поэтому три кошки, каждый лет у меня три кошки. И вот это была такой лидер, и такая хозяйка, и такая командир. А кто из повиновения выходит, она по счетину даст. Я имею в виду другие кошки. И вы понимаете ли, и она, конечно, приносила котят, и приносила котят, и приносила котят. Когда она кончила приносить котят, она умерла. То есть ее значение все было – рожать. У человека этого нету. Он прекращает рожать, и он еще живет, и он еще действует. Вы понимаете ли как? Когда уничтожается функция размножения у животного, индивид становится бесполезным для вида. А ценность человека в старости часто не снижается, а возрастает. Слышите? В той мере, в какой сохраняется его участие в жизни общества. И опять мы к нему приходим. Активность. Участие в жизни общества. Ну, только пришла я в церковь. На каком-то собрании сестра Дика Аниса молилась вслух, что, Господи, пошли служительниц. У нас только старец. Надо дома навещать. У нас не хватает, посылать некого. Ну, конечно, это было мое сердце. Я сказала, что я буду навещать. И 90-летнюю старицу мне дали. Мы похоронили ее в 94 года. В 4 года я с ней блаженствовала, потому что она за мои проблемы молилась. Мы очень любили друг друга. Я и Библию вслух читала. Ну, ухаживала там, что надо. То есть, понимаете ли, это было просто счастье. А потом такой же зов был, что не хватает людей в больницу ходить, а там парализованные. Я вызвалась, ходила в парализованную. Вы понимаете, я на преподавание вышла сильно-сильно позже. Я считаю, что все это было какой-то подготовкой. Когда я встала на свое собственное место. Я принимала участие во всем. И что молодежь делала, и что пожилые делали. Понимаете ли, надо участвовать. И надо во все влезать. И во всем участвовать. И конференции, и обсуждения, и группы изучения Библии, конечно. Поэтому ценность человека в старости возрастает в той мере, в какой сохраняется его участие в жизни общества. Так. Ну, теперь есть старость. Три этапа старости. Ранняя, средняя и поздняя старость. Ну, ранние, это 50-60 лет. Это время выгода на пенсию, да? Средняя 60-70. А поздняя, это, значит, у меня как. 70-80. И умирание личности может начаться в 60-65 лет. В чем выражается умирание личности? Это деперсонализация личности. Теряется качество личности. И психогенные заболевания. Психогенные – это они не столько физиологические, сколько психологические заболевания. Нервные и сердечно-сосудистые. Вы знаете, что? Вот тут не названо, а я скажу еще. Вот всякие раковые заболевания – это тоже хитрое заболевание. Оно очень связано с психологией, с состоянием человека внутренним. У меня подружка. Рак. Молилась, чтобы бесплатную койку дали, чтобы ее могли полечить, а потом передумала. Говорит, я хочу исцеление получить от Господа, чтобы братья пришли ко мне с помазанием, чтобы помолились. И знаете что? И братья пришли к ней. И помазали ее, и помолились. И она больше не ходила к врачам и не узнавала, как там. Ты доверила, так ты верь. Это было лет шесть назад. До сих пор у нее группа изучения Библии, молитвенная группа, активная сестричка. Вы понимаете, как? Оно где-то исчезло. Другой пример. Тоже такой же диагноз. А это была женщина с семьей, а мужи заботятся, детей в школу собирать, готовить. Некогда ей. И тоже рак куда-то девался. Вы понимаете ли? Но у меня исчезли все эти опухоли, все эти подозрения, когда я покаялась. Было очень бурное покаяние. Они просто исчезли. Понимаете ли? Поэтому вот такие вот интересные заболевания есть. Они могут исчезнуть, и ты можешь обновляться. Может юность своей обновляться. Вот. Поэтому вот эти нервные заболевания, сердечно-сосудистые, это следствие не столько старости, сколько коренного изменения образа жизни и деятельности, статуса и ролей человека в обществе. Ну, представляете, он был начальником и привык так жить. И вдруг его увольняют, и обидно как. И тут все болезни могут начаться. Ну, как вы думаете? А есть Божий путь? Молите за обижающих вас. И останавливаются обиды. И обиды перестают влиять на мои нервы, на мои органы. Понимаете как? Ведь есть же, как говорится, сознание, но есть подсознание. И где-то там позвоночники без сознания еще говорят есть. И вот, когда там сидят обиды, недружелюбие, ссоры. Ну, все это такое вот. Оно разъедает почки, печень, органы, все пищеварение там. Все изъедает. Поэтому мирись, 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 мирись. И прекращай злой язык. И расположись. А я не могу расположиться. Я читала, когда Давида, я поняла, что Давид тоже не мог. Он говорил, благослови, душа моя. А душа не хочет. Он говорит, благослови, душа моя, не забывай. Он же беседует сам с душой своей. Он спрашивает, что унываешь, душа ты моя? И что смущаешься во мне? Уповай, уповай, уповай. То есть, выйди за пределы упования вот в этой жизни. И выйди за эти пределы упования на вечное спасение, на вечную жизнь, на милости Божьей к тебе, на обетование его той жизни, невидимой, духовной. Перестань жить этой жизнью, живи той жизнью. Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Переходите с одного горючего на другое горючее. Вином, от которого распутство бывает. По Фрейду, человек природный. Его источник горючее – сексуальная энергия, которая переводится в творческую, переводится в активную. Это сам Фрейд называл клубок кишащих змей. А у нас мы приходим на другое горючее – Духа Святого. Мы оставляем это. Мы не питаемся этим горючим. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, а исполняйтесь Духом Святым. Это другое горючее. И только молитва, и общение, и исполнение Духом. И за пределы. Трансцендентные – это значит за пределы материальной, земной, видимой вот этой жизни. Трансцендентные. Вот понимаете ли, секрет-то какой. И поэтому вот эти все болезни являются следствием не столько старости, сколько коренного изменения образа жизни и деятельности, статуса и ролей человека в обществе. Человек-христианин, потерявший статус руководителя, власти, главного человека. Вы знаете, что он не смеет от этого переживать, потому что он знает и умеет, как смириться. Научись от меня, я кротко и смирен сердцем. И что получите? Покой душам вашим, покой. Раздражительные все моменты уйдут. Найдете покой. Господь все нам говорит как-то, чтобы без счастливой жизни. Вот. То есть степень сохранности или деградации личности – это функция не только возраста, но и социально-трудовой деятельности. И эта функция не столько объективная, сколько субъективная. Потому что, ну хорошо, ты не начальник, но есть же очень много областей, в которых ты можешь применить себя, использовать себя. И в церковь мы привилегированные люди, потому что у нас есть церковь, потому что в церкви очень много труда для каждого возраста, для каждого человека. Самого различного труда. И с молодежью, и с маленькими детьми. Я была в Перми, там организованы были группы изучения Библии пожилых людей. Я пошла туда, я наслаждалась необыкновенно. Все такие умные, такие остроумные, такие веселые, такие задорные соряки и старушки. Как они проникновенно это слово изучали, какими комментариями сопровождали, какими примерами жизни. То есть это было чудо просто. Поэтому, когда меняется наш этот статус, то надо расставаться с ним благополучно, весело. Потому что это очень хорошо, что ты побывал начальником, но побыть тебе подчиненным. Но научись теперь слушаться. Научись слушаться детей своих, которых ты всегда учил и над ними возвышался. А сейчас ты можешь сказать, хорошо, как ты хочешь, я так сделаю. Это функция, вот эта вот деградация личности или сохранности, она субъективная. И личность продолжает развиваться и в поздние годы. И есть самые поздние плоды развития человека, которые не могут проявиться в юности. Есть такие три плода, которые только в поздние годы проявляются. Это первое, это самосознание. Ты понимаешь, кто ты есть. Но это, говорится, это научный взгляд. Это не христианский взгляд. Но у христиан это понимание, кто ты есть. Понимание, что ты дитя Божье. Понимание перспективы своей. Понимание, как Господь любит тебя. Самосознание. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие. И хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Следующая плод. Характер. Характер. Сейчас я уже комментарии даю как христианка. Это научный такой характер. Но я скажу, у меня была чудная наставница в церкви, когда я пришла. И когда я к чему-то ей говорила, я говорю, знаешь, у меня характер вот такой или не такой. Она говорит, Марина, у христианина нет характера. Я говорю, то есть как это? А потому что мы должны преобразовываться в образ Христов. Поэтому своим характером нечего пихаться. У меня такой характер. У вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Так написано нам. Понимаете? Поэтому оставь свой характер. Забудь про него. И знаете, что это все очень интересные мысли. Особенно если мы вспомним, что Христос... Чей характер был у него? Был ли у него характер Мария или Иосифа? Как он сам себя называл? Сын кого? Нет, он так не называл себя. Человеческий. То есть у него была природа взята общечеловеческая. Понимаете ли? Без каких-то таких особенностей, которые мы называем таким характером. Личность была. Личность была божественная у него. Ну, в общем, я хочу сказать вам, что наш характер, плод в поздние годы, это характер Сына Божьего, Иисуса Христа. Это то, о ком мы помышляем, в чей характер мы преобразовываемся. Вот я вам скажу сейчас такую вещь. Скажите, правильно ли понятие, что в любом христианине должно быть нечто от Иисуса Христа? Ну так? Конечно. Конечно. Правда? Ну естественно. И вот это вот, оно не может проявиться в юности. Характер – это проявление, это плоды зрелости, старости. И третье, что плод развития. Знаете, что талант? Талант, зрелый талант. Потому что талант связан с не только вот это качество таланта, талантливый человек, но в какой области и какого развития талант. И многие люди достигают лучшего именно в старости. Юноша не знает, кто он такой, какой у него характер и каковы его таланты. Ну у меня имеются дети, имеются у меня и внуки. И знаете что? Это очень тяжелое состояние, когда ты не знаешь, кто ты такой. Спрашиваю внук, ну тебе нравится, вот ты ходишь там на курсы по изучению испанского языка. Тебе нравится? Ну так, говорит. А как там прошло лекции? Ну нормально. Кивает мне Катерина головой. Не со старыми, с этим, с молодыми не очень поговоришь. Да так, нормально. Он не может, знаете что, не потому что он что-то скрывает от меня. Он не может проанализировать, он не может видеть, что он, где он, куда идет. И что на этом пути у него. Вот мы же ясно видим, что мне препятствует на пути. Где проблемы мои. И мы можем молиться об этом. Слушала я когда-то дивную проповедь. Это было где-то в каких-то поездках, в роли в Англии я слышала о Давиде и Голиафе. Я уже не помню всю проповедь. Про Давиде и Голиафе это содержательная проповедь была. Но завершение было очень интересное. Проповедник сказал, обращаясь ко всем. А теперь скажите, подумайте, кто или что является вашим Голиафом? Чудный вопрос. То есть, как... То есть, кто или что... Что пред вами стоит, такое прямо непреодолимое. Которое очень трудно вам победить. Вот. Ну, и юноша не знает. Так, значит, еще два типа старения есть. Это конвергентный тип развития, когда постепенное снижение жизнеспособности, ограничение психической деятельности. Ну, падение. А дивергентный, это когда на фоне вот этого падания, изменения, вдруг происходит активизация психического потенциала и даже его повышение. Это так же, как со здоровьем. Оно падает, падает, и внутри этого падания может повернуться. Так же и психическое развитие. Оно нормально падает, уменьшается, слабеет. Но на фоне вот этого падения вдруг может быть где-то активизация. Новый интерес. Новые люди. Новые занятия. Новая работа. Вот эта подруга, которую я гостила между Мурманском и Курском, она была деканом Библейского института московского. Такая работа прекрасная. И все время говорила мне, знаешь, это пока еще все не мое. Я еще никак не могу. А уже в возрасте, моя подруга тоже в такой пожилом возрасте. И вы знаете, что она дождалась у своего. Открылся, когда начал работать индуктивный метод изучения Библии. Институт открылся. Это она физик-электронщик. Математический, технический склад. Дотошнейший такой. На полочке все разложить. Это так ей подошло все. Ведь этот весь метод предполагает пунктуальнейшее, въедливейшее изучение Божьего слова. И она, вот я уехала, оставила ее, она засыпана книгами. Здесь переводы, здесь толкования, здесь географические названия. Она пророков должна узнать, где какое царство, какое из них израильское, какое иудейское, какие Самари, к чему относятся. Вы понимаете ли? А потом вникание в каждое слово, что говорится, и пророчество, что говорится, и как оно исполнилось. Вы понимаете ли? Она расцвела просто совершенно. Она помолодела, она полна энергии. Это рюкзак и путешествие, рюкзак и путешествие. У нее все шло на упадок уже, понимаете ли? Там медицинские всякие показания и все. И вот, пожалуйста, на фоне вот этого вдруг идет психическая активизация, интересно жить, интересно учиться. И она с огромным успехом во всей стране ездит, везде преподает. Потом ее ученики начинают преподавать. Это новые открытия, которые, ну, Бог воздвиг сейчас для спасения нашей страны, я считаю. Моя мечта всегда была, чтобы страна была вся покрыта, как вот при Джоне Вейсли Англии, группами изучения Библии. И в Англии не было революции, как во Франции. Революция была остановлена, потому что все активисты учились и в группах изучения Библии в Англии. Представляете, вот я мечтала для нашей страны это. Так получилось не так, а вот этот метод, который тебе не нужно ни средств, ни помещений, ни в церкве строить, ничего. Ты приезжаешь, группа, 12-20 человек, в церкви или в доме. Ты им преподаешь эту тему, потом из этой темы все они могут эту тему преподавать сами. Вы понимаете, размножаются, движутся по всей стране. Это удивительные вещи. Я бывала на некоторых из них по Иакову, по книге Даниила. И каждый раз я была в совершенном восторге, потому что я, читая, не обращала внимания на массу вещей, на которых там все указано. Какие слова главные, какие слова опорные, что означают они здесь и здесь, о чем речь идет. В общем, и все идет по одной схеме. Слово Божие полезно для научения, обличения, исправления и наставления в праведности. И вот по всем этим идет. Что мы узнали? В чем это нас обличает? Если ничего не обличает, читай заново. Такого не может быть, чтобы не обличала. А как будем исправлять это? А как надо наставление? Понимаете как? То есть это очень идет для души хорошо, для знания Библии хорошо, для евангелизации хорошо. Ну, в общем, я пример привела, что на фоне вот этого падения конвергентного может быть обратно, как это тут сказано, на фоне умеренного изменения жизнеспособности происходит активизация психического потенциала и даже повышение. Это положительные впечатления, любопытство, воображение и особенно интеллектуальный труд. Ну, это вот тот пример, что я вам привела. Скажите, пожалуйста, вот на фоне, ну, это старый человек, может быть такое обновление появится. А у молодого, может быть, наоборот, то есть старение у молодого может начаться? Вы знаете, что, как я поняла все это, сейчас я пример приведу. Молодого человека, ему 26 лет было. Он сказал, я молод, жизнь моя крепка, чего мне ждать, тоска, тоска. Или у Лермонтова и скучно, и грустно, и некому руку подать. Желание, что пользу, напрасно и вечно желать. А годы уходят все, лучшие годы, любит, ну кого же. Но вы вспомните это. То есть... Пожалуйста. В молодые годы можно быть стариком, а в старости можно быть молодым. Да, 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 да. Совершенно точно. Видите, какие вещи. Ну, вы знаете, что так в быту и говорят, да? С юношеской энергией там старец какой-нибудь, да? А обратно мы очень много таких примеров видим. Откуда у нас алкоголизм? Откуда наркомания? Нечего. Пусто. Ничего неинтересно. Ну вот. И у пожилых людей есть своё, ну, мотор, мото. Могу, хочу, делаю. Вы знаете, что иногда чего-то не хочется. Но, вы знаете, покоя не даёт. Тебе же надо это сделать. Я в таких случаях ложусь на кровать, закрываю глаза, и внутри я всё это делаю как будто бы уже. И потом мне легко встать и практически это выполнить. То, что я уже внутри. Так. Поэтому есть обоснованное мнение, что старость начинается не в теле, а в голове. Я вам уже не раз говорила. Интеллектуальный труд – это основа молодости почек, желудка, кишечника. Я не знаю. Представляете, как интересно. Голова. У тебя будут все, все органы будут работать, потому что голова дала задание, дала команду. Надо собрать все силы, надо выполнить вот это вот дело. А сколько раз бывало, когда ты выполнишь и всё, а у тебя и болезнь прошла, у тебя и самочувствие улучшилось. И особенно, но это уже тоже библейское такое, закономерность библейское. Если ты помог другому, если ты отдал другому, если поделился, если поддержал, если руку протянул, если ободрил, любите друг друга. И это отплачивается тебе, сторицей, твоим здоровьем, твоим тонусом. Отпускай хлеб свой поводом, да? Отпускай хлеб свой поводом. Да, он придёт к тебе. И он придёт к тебе, и в самом деле придёт к тебе. Ну вот. Возникает психологическая старость, когда человек ещё не старый уже чувствует себя таковым. Вот я вам привела уже примеры Пушкина, Лермонтова. «Жизнь уж нас томит, как долгий путь без цели». И таких людей подстерегает опасность госпитализма. Он здоровый, но он лежит. Он ничего не делает. Лежачий образ жизни без нужды в этом. И иногда получается духовное иждивенчество. Ой, слушайте, всё-таки темы большие. Жизнь за счёт кого-то. Многие начинают жить жизнью своих детей и своих внуков. У нас в церкви братья шутят уже. Наши бабушки мечтают и молятся о том, чтобы внука до пенсии дотянуть. Просто мы в деревне встречали одну женщину. Ей девяносто с чем-то лет было. И когда мы шли, говорит, да вот невестке помогал огород полоть. Она старый, говорит, не может уже воспринимать. Вы понимаете ли, это называется «жить жизнью другого человека». Здесь есть у нас совершенно изумительный рассказ Чехова. Называется «Душечка». Это женщина, которая совершенно никогда не имела своей жизни. Своих взглядов, понятий. Она вышла замуж и на вся жила интересами мужа. Мы с Васечкой ставим такую-то пьесу, а народ не понимает, а народу нужны вот какой-то тот, а поэтому трудности вот такие. Умер этот Васечка, она вышла замуж за другого, а другой лесом торговала. Она говорила, ой, говорит, вот «кругляк» или «топляк». В общем, у неё пошли совершенно другие термины, что теперь в этой лесоторговле и такие-то проблемы. Вот умер этот Колечка или как его там… Третий был. В общем, понимаете, она… А потом уже, когда она состарилась, внук там кого-то из этих мужей… В гимназии, да. В общем, дитя у неё появилось. И она говорила, теперь как учиться-то много? Маленьким, столько задают. И она ему портфельчик понесёт и всё. И он говорит, тётя, ну что вы? Ну я сам, я сам… Да нет, я говорю, вот покормить его, поднести за него портфельчик, она живёт вся. А вот между ними… Там были периоды, когда она и не замужем, и маленького не было, она не имела, она не знала, чего думать. Она говорит, вот стоит лошадь, или стакан стоит. И что? И что из этого следует? Вы понимаете меня? К чему он это? Нету связи предметов. Не с лесами, не с пьесами. Тебе нечего сказать, мнение какое-то выразить. Вот он стоит, стоит. Вы понимаете ли? Чехов бесподобно это описал. Она не знала, чего думать. Она могла думать, когда кто-то сказал, и она может повторять это. И Чехов считал это страшной бедой. Пустотой человека, что он не может думать. Но Толстой ценил этот рассказ, что жена должна быть такой. Все жены должны быть такими. Жить интересами мужа, и говорить, чего муж говорит. Но он, видимо, страдался от самостоятельности своих мнений Софьи Андреевны. Возможно, так. То есть, понимаете ли, что получается, что нам дана наша жизнь. Мы должны иметь свое мнение. И Библия дана каждому человеку. Это то, что отрицает наши православные, что Библию толковать могут только священники, простые люди не могут. Но Бог дал свое слово каждому человеку, для каждого человека, а не только для руководителей. мы все должны быть, иметь свое мнение, свои мысли. В этом весь интерес человека. Один человек интересный, другой неинтересный. Почему? У одного есть какие-то мысли? Он прочитал или слышал, или видел. У него... Что ты об этом думаешь? Что ты об этом скажешь? И должно быть свое мнение. Душечка – это пример как раз этого духовного иждивенчества. Жизнь за счет других. Вы понимаете, духовное иждивенчество, что это такое, да? То есть я духовно живу за счет других людей. Отождествление своего внутреннего мира с их внутренним миром. Иногда этими другими бывают дети или внуки. Так вот, на нашу жизнеспособность и трудоспособность влияют индивидуально типические особенности человека. Умственная опять деятельность, высокая социальная активность, труд, творчество – все это факторы, которые противостоят процессам инволюции, то есть обратного развития. Инволюция сказывается на работоспособности. Мы все меньше можем делать. Однако общая трудоспособность человека имеет более широкий диапазон развития. Потому что общая трудоспособность – это не обязательно выполнять труд, ну, профессиональный труд. У тебя еще есть хобби, есть творчество, и ты можешь этим заниматься. И эти все навыки складываются даже до начала трудовой деятельности и как готовность к ней. Эти навыки складывают у детишек, которые играют. Которые играют в всякие самолеты, жужжат, рычат, или как девочки кукол укладывают, или кормят их, и одевают их. Вы понимаете, это же все подготовка трудовой деятельности. До начала ее человек складывается в этой игре. И общая трудоспособность поэтому имеет очень широкий диапазон развития. это не только профессиональные твои способности, но это интерес к жизни в широком плане. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok